Дорогие друзья, вот собственно Сергей Горчинский снова с нами, и мы продолжаем разговор о высших законах взаимности. Это я так всегда делаю. Вот, значит, ну, перед тем, как что-то как-то обобщать, давайте мы эту информацию, как я уже говорил, упакуем более культурно. Чтобы не было информации о графической законах взаимности, которая была так хорошо написана, ее упаковывать можно разными способами. Сначала первый способ, который, в общем, тоже принадлежит Гауссу, это использовать символ Лежандра, про который ты, конечно, все хорошо знаешь. Да, ну давай введем. Давайте мы его введем. Значит, определение. Символ... Ух ты, это все течет. Ничего страшного, пусть течет. Символ Лежандра. Символ Лежандра. Это уже французский математик Лежандр. Или квадрат... Характер... Да, что это такое? Это значит, мы берем... Пусть П это какое-то простое число. Вот. А, ну скажем, А какое-то просто целое число. Поэтому давайте считать, что они, так обычно обозначаются общий делитель, взаимно просты с П. Ну, иными словами... П не делит А. Вот. Тогда вот этот самый символ Лежандра, АП, обозначается так, как можно... Немножко похоже на число сочетаний. Здесь такая черточка есть. Я, кстати, видел обозначение, когда черточки нет, чтобы не путать с делением. Да, тогда это прекрасно будет в существовом сочетании. А, ну и АЦС, АЦС и обычных планов, да. Да, да. Да, как оно по-западному. Вот. Это очень простая вещь. Сейчас я напишу формулу, и после того, что говорил на предыдущий раз Леша, все станет понятно. Мы берем А, возводим в степень П минус 1 пополам. И берем эту вещь по модулю П. Вот. Ну, конечно, по модулю П это как бы какой-то остаток. 1 или минус 1, естественно. Да, но мы его не будем писать по модулю 7 как 6, мы будем писать как минус 1. То есть это принадлежит множеству, состоящего из 1 и минус 1. Всем, кто сейчас с нами, задача доказать это, исходя из малой теорема фирма. Да. Вот, значит, то есть, более того, простое замечание, наблюдение, замечание тоже можно доказать с помощью простой теорема фирма, что А сравнимо, так вот, квадратом по модулю П, это вот удобный способ записи, что это число является квадратом, да? Отличный, кстати, да. Вот, не придумать, известно. Равносильно тому, что этот самый символ Лежандра АП равен? Единице, естественно, да. Ну, да, все вы, по-имену... Значит, ну, это тоже простое упражнение на теорема фирма. Это простота, это в моих лекциях по Гауссу Фирма Егер. Да, да, это все, конечно, легко. И понятно, но это важно. Да. Значит, ну и поэтому, на самом деле, квадратичный закон взаимности, исключая пункты А и Б, которые были у Леши, а вот третий пункт, значит, квадратичный закон взаимности в этом случае можно формулировать следующим образом. Мы для простоты возьмем по ику, два простых числа. Да. По ику, простые числа. Угу. И, конечно, будем считать, что они разные. Ну, да, и нечетные. И нечетные. Чтобы тройку не брать. Угу. Вот. Тогда мы напишем символ PQ. Да. Это ответ на вопрос является одно, как раз, полно, другое. Да, да, один или минус. И если бы это были равносильные ответы, мы бы написали, что одно равно другому. Да, но это не совсем так. Это не совсем так. А нужно еще поправку. И вот та поправка, она заключалась в переборе случаев. Это перебор случаев мы сейчас считаем следующим интеллигентным образом. Мы скажем, что это минус один. Угу. То есть, что это такое? Это плюс или минус один в зависимости от того, является ли показатель четным числом. Ну, да. Ну, если вы расписываете, что, ну, там, с помощью этого произведения четных, четное и нечетное, а четное, да, что, значит, вы легко увидите, что это ровно, ровно пакует то перебор случаев, в котором говорил ли. Абсолютно, да. Абсолютно, да. Если оба 4, как плюс 3, то это два нечетных и минус один. Более того, мы сейчас, как еще можно все это культурно упаковать? Еще более культурно упаковать можно следующим образом. Поскольку все это плюс-минус один, то мы можем взять и написать, что это равно единичке. Произведение всего этого равно единице, да. Ну, конечно. Вот. И вот именно так на это будем смотреть. Абсолютно. Вот. Теперь, значит... Не забывайте, что минус один в квадрате равно единице, поэтому, если это написано, я могу это взять и перенести направо. Да, тут можно совести, как плохой школьник, все переносить, там можно, не правильно. Вот. Значит, теперь дальше... Так, это мы упаковали квадратичные законозаимности. Это мы упаковали, все. Значит, теперь вот именно с такой упаковкой мы будем дальше работать. Мы ее будем как-то обобщать. Значит, на самом деле, за тем, что является по-настоящему, то, что называется общий квадратичный законозаимности, так и называется статья Шафаревича. Общий квадратичный... Это его статья в известях. Значит, общий квадратичный законозаимности... Я стираю здесь или пока не стираю? Пока не надо, может быть. Пока не надо, да. общий квадратичный закон взаимности это же объясняют математику те у кого не такие высокие потолки общий квадратичный закон взаимности тут на самом деле два главных ингредиента если вы хотите смотреть на него именно так то будет два главных ингредиента это на самом деле закон взаимности Артина но его на самом деле для такого я сейчас все буду объяснять взаимности Артина мы пишем и говорим Артина а должны были говорить Артиньяна Артиньян? Нет, не Артиньян, а... Я так не могу с акцентом армянским. В общем, это армянин, живущий в Америке. А, то есть это не шранцуз, я сказал Артиньян. Это не Дертаньян, а это Артиньян. Артиньян, да. Артиньян, да. Рубен Артиньян. Ну, значит, Рубен, нет, он Эмиль. Эмиль Артиньян. Да-да-да, потом, я не знаю, почему он себя сделал Артином. Кардашьян, Кардашьян, это что? Артинь это Артиньян? Антон свою фамилию понял, как в Америку приехал? Я не знал. Да-да, он армянин. Блин, сколько наших-то? Один Советский Союз, конечно. Один вообще. Вторая вещь, это явная, то, что сейчас называется явная формула, формула закона взаимности, ну или я просто скажу, явная формула, и она принадлежит, я перечислю трех людей, у наших наиболее главный вклад, это Шафаревич. Угу. Угу. Лучше через запятую. Я увидел, что что-то через ше русское обозначено. Естественно, естественно. Весь мир используется этого русского бакуша, это что? О как, крутяк, да. Это причем еще 60-х годов, все используется во всем мире. О как, вот. Это не помеха, когда у вас... Офигеть. Вот так. Все типографии, все типографии должны были... В комментариях напишут, опять этот мракобес за свое, значит, это самое. Вот, естественно. Вот. Ну мы сейчас тебя разбавим. Немец Брюкнер. Так. Брюкнер. Да. И Востоков. И Востоков. Сергей Владимирович Востоков из Ленинграда. Угу. Потому что тогда он был в Ленинграде. Значит, ну, Шафаревич это где-то... Я, может быть, сейчас соблю, но я бы сказал, что это 50-е годы. Да, верно. Начало 50-х. А это уже скорее... То есть ему 30-х? Конец 60-х. Начало 70-х. Так вот приблизительно. Ага. Ну, Шафаревич он там в детстве там столько все сделал, что... Вот. А потом уже спокойно... Тогда, когда все уже там становятся, так сказать, маститами, там математиком, начинают там что-то руководить математически, он уже стал другими вещами заниматься. Да. Не, он математически руководить продолжал в полной мере. Вот. Значит, да. Интересно, что, значит, Шафаревич некоторую явную формулу, которая... Сейчас объясню. Это, грубо говоря, так, что закон взаимостей Артина утверждает, что для любого n должна быть формула типа такой. То есть произведение нечто... Н простое или нет? Для любого n. Любого. На самом деле там даже n можно обобщать... Здесь, напоминаю, здесь это n равно двум. Да. Я сейчас даже объясню, что n будет заменено на решение ГЛО. Вот. Число n, за ним кодируется некое решение ГЛО. И можно взять любое абелевое решение ГЛО. Мы сейчас про это поговорим. Вот. Это и есть закон взаимостей Артина. Но, то есть... Не волнуйтесь, я тоже пока не понимаю... Да-да-да-да. Нет, я верю то, что... Абелевое решение ГЛО — это там, где группа... ГЛО Абелева, да. Очень хорошо. Вот. Вот. Ну, значит, давайте я скажу, что... Закон взаимостей Артина вам говорит, что есть нечто в такой форме. То есть произведение некоторых чисел на единице. Ну, мы таких много, можно утверждать, сказать. Но эти числа... Значит, да. Артина... Ну, конечно, здесь добавить еще одного человека, который как раз совершенно на другой стороне. Хассе. Хассе, да-да-да. У Хасс тоже интересная судьба. Он был свой среди чужих, чужой среди своих, как это было в Германии со многими. Наполовину евреев, наполовину немец, да? То есть... Нет, он когда совершенно не наполовину евреев. Видимо, он почти не был евреев, вот, но... Но все равно они зашли, да? Да. Он даже подал... Не зашли. Не зашли в партию. Он хотел в партию вступить, но его не дали. А потом, когда все кончилось, за то, что он хотел вступить в партию, мы уже не давали места в Гетингере. Да, эта история... И это не один такой, да. Они там потом в Гамбурге собрались, такие крутые мужики. Не рукопожатный стал, да? Да-да-да. Они в Гамбурге потом... Многие числовики собрались в Гамбурге вокруг Хассе, и там... Но Хассе... Иван Декартона, да, еще смотрели? Да, но он в другом месте, он там в Швейцаре потом. Вот. Но Хассе, Хассе, он внес очень решающий вклад в очень на многие разделы теории числа и альфметической геометрии. Вот. Так вот. Тут, поэтому, скорее, они вдвоем, так сказать, работают в этом направлении. И... И вот произведение некоторых таких локальных, как бы, вещей, которые по смыслу... Часть из них отвечает за... Вот, как бы, два из них отвечают за вопрос... Ну, это характер какие-то, да? Да, характер. Отвечают за вопрос, грубо говоря, а-ля, является ли одно n-той степень, по-моему, другого. Вот. В произведении таких и кое-чего еще равно единице. И понятно, что это кое-что еще, да, это кое-что еще, как раз контролирует равносильность этих вопросов. Ага. Правда? Ага. Но они уже тут не один минус один. Они, конечно... Ну, это уже для трех понял все, да. Да. Нет, они... Ну, все, ну, это... Да, но чтобы понять, как эти два часа связаны, их контроль связи, это вот это кое-что еще. Вот это кое-что еще, оно присутствует в законе взаимности Артена и Хасса, но оно определяется в очень неявных терминов, в термах теории Глуа. То есть, что такое, когда вы что-то делаете в термах теорию Глуа, что-то... То есть, расширение полей. Да. По сути, да? Слово правильно, очень расширение. Что у вас есть поле, в данном случае речь идет, на самом деле, даже не про поле остатков по моду простого числа, а про поэтические поля. Вот. Ну, ничего страшного, если кто-то знает, что это такое. Поэтические поля. Это бесконечные... Да, мы еще вернемся к этому. Да, мы еще вернемся к этому. Это я сейчас просто как бы хочу в архитектуру. Вот. Да, да, пока да. Да, да. В общем, это какой-то... У вас есть такой объект в математике, поле. Вот. И часто с элементами этого объекта... Ну да, но по полю, почти наши знают. Да. Вот. Ну и вот с элементами объекта вы хотите что-то... некоторое другое построить. Построить какое-то число, равное там, ну, например, в случае, коворотить законозамисти, плюс или минус один. Да. Вот. Или вы должны построить число... Здесь речь идет, на самом деле, вот здесь какое поле обсуждается, если уж говорить подростком. Поле два одичких чисел. Вот. И есть два элемента в этом поле. П и Ку. И вы по ним строите вот такую простую вещь. Это тоже плюс-минус один элемент два одичких чисел. По модулю два плюс-минус один нанесли не очень хорошо. А в два одичких... Это надо воспринимать как элемент два одичких чисел. Окей. Мы про это поговорим подробнее. Значит, в случае, если у нас будет какое-то простое... Ну, пока не понятно, зачем это так нужно. Но, значит, закон о заместении Харстена Хаас так устроен, что нечто будет строиться в поле одичких чисел. Да. Но это нечто будет... В периодических смыслах. Эли одичких, можно сказать. Эли одичких, где Эли... Где Эли, это то самое, мы обсуждаем Эли-ты корни. Оказатель. Эли-ты корни, да. Но ведь не бывает же полей непростых одичких, или бывает? Ну, тогда надо разложить. Разложить. Но если Эли — это степень простого, то тогда надо брать именно то одическое, которое простой, чьей степень оно является. Радикал. Радикал. Значит, и... И вот нечто... То есть, по двум элементам поля, вот эта составляющая, это некоторый вариант, равный, там, один омега, омега квадрат, например, в случае, значит, n, или равный какому-то элементу корню степени снице. Вот. Вот. Но, чтобы его определить, как оно только оно определяется, надо вылезти за пределы поля. Это определиться с помощью теори Гула. Теори Гула — прорешение полей. Да. То есть, что это такое? Вот у вас есть поле снигком, вот оно, допустим, упаковано у вас как-то, это поле. Вы не можете что-то такое посчитать в этом поле, в том виде, как сказано Вартина Хассе. Это вот самое красивое доказательство квадратическое взаимомости проходит в расширении P-1 степени поля Z по QZ. Это ладно. Я сейчас не про это. Именно это, да? Не-не-не. Сейчас мы уже даже забыли, проще доказать. Просто вот некоторая суть, некоторая формула. Вот. То, как оно у Вартина Хассе — это нечто, строящее по двум полям корень из деницы. Но для этого нужно выйти за пределы поля. Если вы умеете все считать в этом поле, вам этого недостаточно, в том виде, как у Вартина Хасса. И это не явно, потому что ну как описать все квадратические масло-масляные. Ну, не масло-масляные, но вам нужно описать все квадратические поля. Все решения поля там как-то с этим работать. Так вот, поэтому важный был вопрос, поставили сразу же имя Шасамина. Естественно, нельзя ли этот вариант как-то описать, не выходя из предела поля. Ну, внутри поля там два часа сложить, видеть, умножить, поделить. Вот такой ряд какой-нибудь поставить. И все, и посчитал. Чтобы не думать про какие-то расширения. Не-не-не-не. Вот это сделал Шафариевич. А-а-а. После этого его статей называются в общий закон взаимности. Потому что после этого становится понятно, как посчитать явно вот этот вот контроль, который контролирует равносильность этих двух вопросов. Вот. Но единственная формула была очень, она очень явная, считабельная и полностью обоснованно доказанная. Она была, во-первых, именно, что она была по поводу корней L-той степени. Где L простоя? Не степень простой, а L простоя. Но это, во-первых, она была очень явной и даже громоздкой. И концептуально он, конечно, вложил там много уже идей сразу, но еще не до конца, так сказать, вытеченной, скажем так, концептуально. Вот. В связи с этим как раз ее не очень легко было написать, когда мы говорили L степени R какие-то корни. Вот. Можно, но он немножко длинноват технически. Вот. И вот как раз Востоков и Брюк, но удивительно, что это было одновременно, хотя они были разделены границей. Вот. И никак не общались друг с другом. Вот более-менее плюс-минус один год они сообразили, как это можно упаковать некоторым более удобным образом, с помощью значений там поэтических рядов в числах. Так что это становится понятной более-менее формула. Она все равно не совсем короткая, но она, по крайней мере, и в ней уже возникает смысл. Дальше эта формула, на самом деле, за ней очень много смысла. Востоков тоже написал формулу и доказал ее просто на уговоре явно, но за этой формулой стоит очень много математики. За ней стоит вся современная поэтическая теория когмологии, за которую Шольц получил филотскую медаль недавно. Все это вырастает туда. И есть там такие модные вещи, как регуляторы отображения из категории алгебраической в синтомических гогмологии, и утверждение о том, что там некоторые... Не беспокойтесь, я тоже ничего не говорю на последние полу минуты. Некоторые безумно концептуальные гипотезы, гипотезы пока еще не доказаны, в своем таком маленьком отражении, это вот эта явная формула. То есть, чем прекрасен брок forteandy законы взаимности? По-моему о том, что это бружборностные интересные утверждения. За ним оно всасывает себя удивительно огромное количество всего содержательного. Причем, оно всасывает, ну как бы, саму по себе, если просто, в отличие от теоремы фирма, вы размышляете над сутью теоремы фирма, вы ничего не узнаете нового. Если вы начинаете думать над способом доказательств, к которому к его сути уже ни по отношению не имеют, то вы узнаете много нового. Здесь, вы именно если размышляете над сутью того, что он подтверждает, вы узнаете много нового. гораздо более несравнимо более интересные правильные тюрьмы фирма никому не нужны вот как ты его пригвоздил а у меня роликов таких вопрос таких вопрос можно ставить тысячу и свенты и плюс 2 y вент и равно за это и все моя публика и фанаты тоже как и я а в кубе плюс b в кубе равно c в кубе у меня лекция есть про это очень с подробнейшим доказательством за этот омега я сегодня на на подхвате на стирании с доски я сегодня тупой слушатель ну понятно то есть я как бы объясняют математику саватееву это у нас новый формат колю я тюрина еще пытался значит уговорить он ведь ну как-нибудь еще потом вначале еще кого-нибудь позови в общем будем звать сюда будем звать сюда математиков и всех их я буду пытаться хоть чуть-чуть да понимать вот так что я здесь ученик ученик и вы вместе со мной те кто мне жаловались а мне много уже жалоб алексей нам скучно но я честно признаюсь я получше понимаю первый пункт а не второй сам лично я вот и я поэтому сам буду пропел он более как это концептуальный и осознанный вот значит ну что такое закон за имя артина хасса для этого это конечно восходит еще к имени гиберта и вообще вот это все вместе это 9 проблема гиберта хотел просто собственно собственно есть то что ты поставил вопрос да на предыдущий раз как обобщить это есть вопрос давайте мы еще по-другому упакуем тоже квадратичный закон взаимности так уже каким-то не уже уже каким-то неизвестным тебе способом я утверждаю что его можно упаковать для этого мы ведем симу гиберта значит давай мы сделаем такую вещь пусть у тебя есть а и b2 рациональное числа не нулевых это еще часто обозначают кузове ну да 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 конечно вот значит и пусть пейт какое-то простое число а и пани рано двойки ну естественно как обычно на двойка и самое сложное простое число вот ну да значит и символ гиберта определим вот так а b это будет плюс минус 1 это будет да в общем-то ты сейчас узнаешь это все это все по сути не сильно далеко уходит от символы жандры но немножко опять способ упаковать мы возьмем такую вещь значит давайте я сначала еще напомню что есть такая вещь как нормирование политическое это способ vp то что это такое политическое нормирование я сейчас попробую сказать и ты скажешь прав я или нет значит мы должны разложить а нам на множители и числитель и знаменатель на простые и посмотреть существует ли p в какой-то степени вверху или внизу и если его нет то это 0 а если оно есть то это его степень ну как бы просто положительное отрицательное все правильно вверху или внизу правда так вот то есть это r это такое целое число целое число где мы вот это рациональное число а пишем таком виде p в степени r умножить m делить на n где они где м н целые числа взаимные м н целые числа и p не делит м м вот это армирование может быть отрицательным положительным а это рациональное число неналевое да но для него рациональное число так как бы не определено считается равно бесконечности будет понятно да еще вот значит теперь мы делаем такую вещь берем минус 1 возводим степень политического нормирования а умножить на политическое нормирование b это же 2 плюс минус 1 а да и мы это будет дальше не на смысле эти не 2 плюс минус 1 а ну почему вы обогнать это два кисла эта два кисла важная черта но это ладно ух ты будешь дальше дальше ждем такой вещь возводим а в поэдичка нормирование b пусть понимает уже что то большое может быть очень больше а потом берем б развалки в минус поэдичка нами важно минус от а что ты можешь как пропадить к норме этого дела поэдическое нормирование вот этого дела вот я сейчас буду тормозить ну вот давайте я сделаю простое замечание здесь такая вставка у нас пропадить к норме я тебе скажу одно замечание пропадить на мир поставок тебе не придется тормозить и даже думать его знаешь смотри да здесь здесь лишь лишь пари ты мне скажи чему равно палечка на мир и себя при множество рациональных числа ну вот после тебе не очень сложно понять как весь политиками так значит сейчас ну тут конечно сумма здесь соответственно умножить в а на в б а 0 вот это взаимно это как бы мы для рациональных чисел тоже можно говорить что они взаимы просты с простым когда они за и просты с простым п если поэдичка на мир такие числа можно брать по модулю п одну вторую это очень полезно я могу 1 2 взять по модулю 5 получу тоже двойку ну понятно да если если больше нуля нет 1 2 5 3 кодовик а если р больше нуля то это ноль сериями получается а если р меньше нуля то ничего не получится просто а если р равно нулю можно просто разделить и когда р не равно нулю лучше об этом даже не думать вот чтобы не делить на 0 а когда р нулю прекрасно может поэтому мы из двух таких как бы сложных они зрели по чисел деляешься на его там или куда-то сюда входит с орган или рациональное число где п не входит не может помочь любая да очевидно и мы что мы и мы что с ним конечно делаем остатком по модулю п мы с ним уже это заставка ты сам замечал нам это делать со всеми остатками по моду п ну 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 да совершенно верно вот это абсолютно правильно сказал ровно так и сделаем я бы возведем степень я вот это спасибо тут уже как бы наверное да это слова вот и это мы возьмем по воду я могу по другому все вот это помогли поезжать а ну это плюс и минус 1 то есть это плюс вся вся это вот мероприятие это плюс плюс минус 1 это очень естественно это очень естественно это можно придумать разными способами ну давай сейчас про это не буду говорить вот очень правильно думать про другую аналогию очень правильно понимать что замечание концептуально важное что я могу она не то что будет нам нужно но этого хорошо понимаешь то же самое можно сделать ну скажем с мироможными функциями в точке и это понимать что это аналогично это очень важно что аналогично для мироможных функций популярно то 0 для мироможных для мироможных функций ну я так специально говорю слово мироможные функции а не формальные ряды потому что это мироможных функций там f от z вот есть какая-то f от z мироможная функция что такое раскладывается в ряд стоит там например а n z в n ты начали координаты мироможные функции да а n плюс 1 z в n плюс 1 и так далее где n какое-то целое число вот да не . 0 . . 0 момент с которого начинается да 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 то иначе если ряды все с этого начинаются это делимость невозможно если тут 0 стоит коэффициент ну как бы я просто напоминать если ряды просто обычные комплексные аналитические функции но можно до голоморфные но из константа а здесь мы это то же самое что ряды просто поделили на какую степень и их в результате может друг на друга делить делитель на сервер это поле вот и поле мера можно делать если у них да 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 спасибо что делить то что мы здесь именно с первой степени делим и можно сделать то же самое значит аналогичная формула значит нужно заменить а и b на два ряда если же апоидическое нормирование заменить то что орд называется обычный порядок то есть вот здесь порядок равен если они ровнули ну да ну ты можешь делать ровно тоже прикол ты можешь сделать ровно тоже прикол это 22 значит итак это 2 это 2 мир можно функции просто 2 да и мы рассмотрим все в точке 0 а здесь . это простое число я понял простое число и другая философия там где простые числа это вовсе не узлы а точки на кривой так то есть аналогия какая у нас есть порядок кроме одного мы не будем называть по имену с одним полом мы просто можем взять значение в точке то есть но эти уже договорю тогда у нас есть символ f и g просто это очень красиво хочешь да это все это все единообразно вот да 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 орд f отчет придумал то же самое все орд же а дальше берем f степени нормирования же порядок же же в степени минус порядок f и и все это что мы сайт вот теперь ты мне скажи что он должен делать вот пока написан пока написан кто пока написан какой-то ряд который начинается в 0 и обычный целый и и в 0 или может быть 0 нет нет не может именно он настоящий обратить это 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 но каких слов здесь мы имели что мы имели рациональное число до взаимно простой сп делом с ним сделали ну мы его мы посмотрели квадрата нет ну это квадрат да это скорее не очень важно мы его взяли по модулю по модулю по яну взяли в степени взяли по модулю п а сейчас а что взять по модулю п вот эту операцию нужно понять аналог вот это не будет аналог с расскажу а вообще не не будет если я не будем возводить никуда нет мы будем брать по модулю п а это ну и может быть просто значение вообще в нуле и все ровно вот нуля то есть вот это все вместе от нуля и это элемент где не нулевое комплекс на число вот почему у них что-то общее упражнение вот эти оба символа оба символы там с п или без п они би мультипликативные то есть если я возьму например a b c упражнение это будет от cp умножить на b cp или то же самое fg h это это очень легко ведь это совершенно премьер-лино это никакой не трюк ну просто это все это все связано с тем как картина это все сделает ровно из одного эффекта что а кстати vp и он они аддитивны vp и орд от произведения это сумма из этого медальному можно увидеть что если ты заменишь на произведение да да не сложно потому что здесь при множество здесь показатель сложится значит эти тоже при множество на складывается минус один вот еще одно интересное упражнение еще одно интересное упражнение местами или ты сейчас это скажешь я сейчас скажу ну во-первых что признать дает ими сам скажешь что происходит от легко здесь здесь это абсолютно другая формула и так а вы меняем местами здесь не происходит ничего здесь происходит один делить на это правильно возводим значит в минус первую пополам степень это будет если то было минус единицы если то был единицы как это называется попростому ничего не происходит? а здесь тоже ничего не происходит подожди f org ничего не происходит здесь f org здесь 1 делить на это а здесь все таки 1 делить на это и когда у нас будет из истинга конечно тоже будет важно понимать что здесь тоже вообще-то 1 9 1 9 поэтому поэтому пахар поздно сказать что а б там п или п это конечно будет для минусы не смешно звучать то же самое но для других это будет варь и все понятно да здесь ничего не происходило вот теперь я хочу предложить всем замечательное упражнение по алгебре а именно еще одно упражнение а потом замечает упражнение по теории полей которые я считаю очень красивыми называется катюрия миллера вот значит у нас сейчас будет как группа миллера это не что-то чего надо бояться значит смотрите еще одно упражнение что если они равно единице и нулю теперь чего потребность чтобы не равнялась бы единички чтобы рог написать 1 минус а их сумма смотри мы как бы по смыслу вот эти вот и варианты они мультипликативны по и по б и вообще они везде мы нигде числе не складываем здесь ни разу мы только умножаем числа да мы думаем только протокол но если мы еще такую аддитивную формацию добавим что их сумма равна единицы это всегда будет один а соответственно f это 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 черт из табакерки как вот очень хорошо слова к чувствуете доказать очевидно про не просто примере на ну возьмем число один один минус ну какой бы не могло быть нормирование ну зависимости от зависимости ну например если она делилась на п целое число делится на п когда возьму 1 минус это число что как вы быть нормировали 1 допустим число делилось на п до целое число делилось на п сумма не делится на я беру теперь 1 минус это шлангей обязательно делится взаимпросту спр да вот а если например там было например п минус 1 до 1 я взял 1 минус 1 до прыгать вверх ну в общем короче перевод случаев это просто тупой перебор там четырех случаев очень нам понятных случаев вот мы и здесь то же самое это не надо как бы ничего придумать их трюков предыкать и главное заметить это как черт из табакерки за этим есть конспектуальная вещь а именно алгебедическая теория вот к этому нет конспектуальное объяснение естественно вот но дальше теперь глядя на это можно придумать такой вариант а именно я это немножко отведет на сторону мне бы очень хотелось сказать потому что для тех кто любит алгебру я любишь алгебру тебе это понравится вот я на меня пока не поводить сюда поводить с этими упражнениями любовь односторонние да не но это так главное что счастливы ну это уже куздар нет это же я имею круто в том смысле что вот значит так смотри уж девушки извините пожалуйста у нас всего один процент девушек на канале но мы дорожим ими так мало пришел записать девушек до стал три просто это определение как группа миллера что такое как группа миллера к группа миллера до американский математик миллер вот значит это вот что такое пусть f значит это поле в эти к теории есть большая проблема поле нельзя понять как пусть и в поле вот тогда рассмотрим такую вещь да рассмотрим такой рассмотрим такую вещь значит называется к но сразу скажу 2 там есть к тк 2 к 3 к 1 сейчас роли не так вот к 2 миллера к 2 миллера от f я сейчас напишу определение дальше ты будешь говорить насколько ты понимаешь берем глупость и берем я сейчас сотру и мы там напишем а здесь мелко да а если не очень длинная я уже кончил факторизуем по подгруппе порожденные элементами вида так сейчас обсудим вот конец определения сейчас обсудим да сейчас я сейчас я сотру мы все-таки напишем его здесь и я буду его долго долго увидите так сейчас мы здесь еще раз значит его у нас осталось честно говоря 45 минут это не страшно я больше не смогу понять точно совершенно я просто хотел что за счет дошел говорил поэтому я так немножко по верхам но но что-то мы скажем конкретно до данных так вот к группа миллера и так сейчас я прям своей рукой его и так значит f со звездой это ну понятно не нулевые элементы это это грунт их можно примножать а вот к умножению вроде как модули до перемножаются обычно но главы его группы это модули на цель да 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 то есть значит элементы здесь по другому словами это пара очки они начали фигурных скобочках а б за это такие линейные комбинации таких вот фигурных скобочек то есть элемент здесь в степенях это сумма 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 н и т а и т б иди такие конечные суммы они в степенях если по умножению вот таких выражений при этом есть такие законы что есть возьмешь а b c это же самое что а логично пацан логично пацан логично пацан но но тут меня думать про даже кино дзек поэтому надо просто думать о том что вот бимультипликативно все вот и самое главное что если скобочка 1 1 минус араны нулю равно нулю всегда вот вот такие 33 правила вот и на самом деле здесь сказано что вот этот символ значит тофтология тофтология что вот этот символ п это гомоморфизм из к 2 группы миллера от поля q в вот вот группу плюс-минус один а символ гиберта символ гиберта ну а вот тот символ который начал это к 2 миллера от всем мироморфные функции до поля мироморфные функции так сейчас и гомоморфизм именно из-за того что у нас били не любое любое правило которое по двум процент числа строят элемент любой абелева группе где угодно удаляющие вот эти вот это свойства ну и пацан логично естественно задать такую вещь это тоже самое что гоморфизм вот милл он придумал свою группу рон размышляя над всяким закон взаимности вот сейчас теперь вот теперь для чего я сказал для того чтобы получил удовольствие от следующих упражнений задача я там две задачи в обе из которых являются не упражнениями задачами и требует одна из них требуется 0 1 1 решается в две строчки этот олимпиадные две строчки олимпиадная задача настоящая олимпиадная задача по алгебре кто просил хорошей математики решайте вы до настоящей задачи по алгебре доказать на что смотрите я здесь вот тут был еще такой правило да да я не сказал то в определении как группы миллера как что-то да учтено здесь определение это не значит я не вижу не видишь потому что там нет когда ты ко мне ехал ты видел объявление складирование мертвых негров не это за всех удастей не складирую мертвых негров вот так вот тоже 10 10 на мету есть совершенно другое есть понятно что если бы я наложил только первое не наложил бы вот это соотношение называется соотношения стендберга вот если бы стенберга и себя у него нажим не откуда была у нас не появился а вера б равно б минус это были тензора это просто все поры да но они ни откуда бы не следовало и просто бы неверно что об это то же самое чтобы а минус 1 просто был в минус минус с минусом b утверждает что и наложить такое агитивное соотношение то возникает что для любого а для любого для любых а б и за У нас выполняется такая вещь, AB — это то же самое, что минус BA в K-группе Миллера. Это надо поюзать. Для того, чтобы доказать, это пункт 2 задача. Ты его легко выведешь. Это стандартный вывод абсолютно из пункта 1. А пункт 1 такой, что для любого A из F со звездочкой символ A минус A равен 0. А A минус A равен 0. Из этого очень легко вывести. У нас не бывает. 1 или минус 1? А мы уже плюс. Нет, 1-1 — это когда мы начнем вычислять гоморфизм, там плюс-минус-1. А здесь принято обычно складывать. Вот видишь, как там соотсложение? Сейчас, то есть ты уже как бы… Да, я… То есть мы складываем скобочки, мы складываем скобочки. То есть если мы по одному из… То есть ты делаешь группу, а мультипликативную группу поля теперь создаем плюс. Да, и на самом деле так гораздо удобнее с этим думать. То есть у нас такие фигурные скобочки, в которых стоит пара элементиков из поля. И мы… Вот есть такое правило сложения скобочек, что если мы здесь перемножить… 1 просто превращается в ноль, да, в этом плане. То есть… Да. Ну, на самом деле, утверждение, что символ гибриды — это от A минус A равен единицы. Ну, тот символ гибрид. Конечно, да? Ну, за ним стоит чей-то у него такая. Да, ага. Ну, там… Вот эту вещь мы поняли как. Мы поняли не потому, что мы доказали Снейберга и использовали эту задачу, а просто потому, что мы посмотрели на формулу и ты… А, подожди. Этот равен нулю, но символ Гиберта мог не равняться нулю, да? Это его образ… Нет, ну как… Гомоморфизм на нуле… Да, да, да. …леводит револьный вмест револьный. Вот. Угу. Вот. Это задача, значит. Это трюковая задача. А теперь задача… Нет, нет. Я имею в виду, что символ Гиберта мог быть минус единицы, но умер при гомоморфизме в ноль. Здесь. Наоборот, гомоморфизм в другую сторону. Гомоморфизм отсюда? А-а-а! Он отсюда! Да. Это примордл. Это, понимаешь, наоборот. Это в том числе и дело, что как математика хорошо делать? Уискать универсальную вещь. Да. Вот тут мы что-то посчитали символ Гиберта, какой-нибудь еще потом кто-нибудь придумает символ. А за ними за всеми… То есть это было доказательство того, что символ Гиберта равен единицы для а минуса. Да. Но это… Там просто очевидный перебор. Но за этим на самом деле стоит… Всегда хорошо математика что делать? Ты что-то взял, посчитал. У тебя это оказалось. А дальше придумай минимум средств, с помощью которого ты мог бы доказать. То есть, чтобы понять, в чем причина. Ага. Что причина там не то, что можно приобретать через шесть случаев там. Да, 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 да. Ух ты. Давай. Вот это. Второе, да? Да. Вот так я проведу тогда. Мяу. Мяу, да, да, да. Доставь. Вот. А вторая задача, она не олимпиадная, но тоже трюковая. Она как раз на твою любимую цикличность группы конечного поля по умножению. О, да, я обожаю, я обожаю. Вот, 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 для этого. То есть, то, что я сейчас говорю про Carl Miller, если кому-то интересно прогротить закон взаимности его обучения, можете это вообще пропустить мимо ушей. Но если кому-то нравится упражнение по алгебре, то вот, пожалуйста. Вот, значит, вторая задача такая. Для нее надо использовать вот это вот знание. И пункт 1, и пункт 2. Особенно пункт 1 надо будет использовать. Окей. Задача такая, что для любого конечного поля, ведь есть такое поле, ты самого прекрасно любишь. Конечно. Чем равно к группе мимо, знаешь? Нет, даже понятия не имею. Любой символ тривиальный. Это только для остатков или для вообще любого расширения, ну, любого конечного поля? Для любого конечного поля. Даже не только для ZPPZ. Да, конечного поля. И подсказка. Надо использовать, что вот группа ZPPZ, это же верно любому конечному полю по умножению, циклическая. Конечно, да. Да. Собственно, если бы какого-то еще поля, эта группа циклическая тоже может быть, но других полей нет, у которых есть группы. Ну, да. Хорошо. Это было алгебрилическое отступление. Не-не-не, это невозможно, это надо думать. Это задача, когда надо подумать. Вот это, ну, это две строчки решается сейчас, вот это, вот это надо, две строчки. Из этого выводится стандартность. Это ты смотришь на алгебру первый курс, вывести из пункта 1, пункт 2. Из кососимметричности. Да, да, это, ну, я сразу скажу, надо написать это соотношение для АВ. Напиши вот это соотношение для АВ, а потом раскрывай скобочки, и все у тебя получится. Для АВ. Да, это стандартность. Вот это, это… Связь полярной этой квадратичной формы с билинейной. Да, да, да. Скажи, надо ему так. Вот. Значит, чтобы доказать вот это, здесь… У Кострикина такая задача по алгебре стоит что-то очень похожее. Может быть. В самом начале учебника он пишет… Кострикин-Малин, да? Нет, вот самый первый курс вот просто алгебра, введение в алгебру, и он пишет, что это упражнение абсолютно бесполезно. Вот это? Пишет он, да. А. Нет, нет, ну не в смысле, естественно. Про Круг Миллера? А. Нет, просто рассмотрим там просто какую-то форму, которая является, значит, вот такой кососимметричной, антисимметричной, и что-то из этого много чего выводится. Может быть, да. Вот. Ну, это просто как задача. Хорошо. Вот, да. Чтобы это, как я сказал, это две строчки. Две конкретные простые строчки, ничего не надо знать, кроме плюс-минус один, плюс-минус умножить. Прикол с этим КГУ Миллера, что… Надо, надо… Это надо вот… Они котируют очень много математики, есть КГУ Миллера. Из них характеры всякие регуляторы, всякие гомологии есть. Они очень явно определяются. Но, например, собственно, теорема Воеводского, знаешь, про что… Сейчас я здесь поставлю фактор еще раз, чтобы… То есть, это не просто тензорное, а… Да, да, спасибо. А, один минус А, да? Нет, один минус А, да, так вот здесь нет минуса. По всем А. Это именно один. Соотношение Стейнберга. По всем, значит, А не 0,1. Да, 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 да. Вот. И на самом деле… Сейчас я скажу, за что Воеводский получил филовскую медаль. То есть, на самом деле под группу порожденное имя, да? Адитивное. То есть, если ты прибавишь, скажем так, напишь, там А, Б, плюс, С, А, Д минус, С. Это просто то же самое, что А, Б. Ну да. Вот это вот… Да, да, да. Мы перебили знаку плюс. Ну, это удобно, это удобно. Если все это еще переменожать, там, кстати, можно быть неприятно писать все. И сплошные такие вот колбасы из умножения. Окей. Так, что Воеводский ты сказал? Да, это две строчки. Вот здесь надо подумать, здесь надо использовать лично. Это вот такое… Могу сказать, что Паша, например, когда брал к себе учеников, он первым делом дал он такую задачу на втором курсе. Здесь ничего знать не надо. Собственно, дал определение, как группа мимо, он и просил дыкать. Вот. Да. Значит, за что Воеводский… Ну, тоже, это связано с красивыми таком взаимностью очень сильно. Что, на самом деле, мы сейчас что видели? Мы видели, что из К2Q сюда есть некоторый гомоморфизм. Вот. Ну и, на самом деле, этот гомоморфизм пропускается, я сейчас скажу, некоторые утверждения. Его можно обращать на любое поле. Вот. Символ Норминного вычета называется. То есть, символ Гильберта может быть построен в любом поле, да? Да. Вот. Называется символ Норминного вычета. И он работает… Я сейчас напишу то, что не нужно понимать, что это значит. Но он работает во вторые этальные когмологии… Да, вот это я не освоил совсем. Только по модулю… Да, по модулю Z… С гомологиями я совсем… Так, сейчас, сейчас, сейчас… Ой. Не подружился. Да нет, но детальные когмологии – это все наука. Вот. С коэффициентами μn, где мин – это группа единиц в тензорном квадрате. Вот. Не важно, что это значит, но тот самый символ Гильберта – это частный случай вот этой штуки. Для n равно двойки. То есть, это как бы… Это поиск наибольшего обобщения, которое только возможно, да, для той конструкции, которая… Вот. Значит, и… И… Ну, понятно, что здесь эта группа, ну, она убивает все умножение на n. Если взять по модулю n… Да, n – взаимопростаточная характеристика поля f. Сейчас. Еще раз. Что это за коэффициенты? Ну, я, конечно, ничего не понимаю, но все-таки, что это… Это некоторая Абелева группа. Это некоторая Абелева группа. Это некоторая Абелева группа. Мн, ты знаешь, что такое. Мн – это корни из единицы. Ага. Это один. Ну, понятно, да. Зета, зета квадрат. И так далее. Зета в минус. Зета в минус первый. Вот. То есть, эта группа бывает с умножением на n. У каждой группы, может быть, какие-то гомологии, в общем, два. Вот. И, короче говоря, это некоторая группа, где любой элемент… Абелева группа, где любой элемент в этой степени умноженный на n равен 0. Ну, да. Вот. Есть гомоморфизм отсюда сюда. Так. Мы уже имели два гоморфизма с когрув Миллера. Вот. Фактор по n. Да. Вот. И все это имеет смысл только тогда, когда n взаимпроста с характеристикой. Ага. И вот теорему, который доказал… Ну, вернее, то, что я сейчас говорю, теорема Меркуриева-Суслина… Ну, а если характеристика нулевая, то Поплина вообще, да? Да. По-любому. То, что я сейчас говорю, теорема Меркуриева-Суслина, может, это изоморфизм. То есть, вот эта группа интересна с научной точки зрения, скажем так. Она много где возникает, и она действительно используется как бы в качестве разных теорем Меркуриева-Геометрии. Сейчас, значит, это какие-то этальные… Да. Какой вообще принцип современной Меркуриевой-Геометрии? Меркуриев-Геомологии, да? Мы делаем очень сложные конструкции, с которыми нам потом очень сложно работать, очень легко работать, наоборот, легко работать и действительно доказывать интересные теоремы при помощи этого, содержательные. Да. Арнольд говорил на лекции, что формулировка теоремы должна быть чрезвычайно сложна, а доказательство будет очень просто. Это он нас учил. Я имею в виду совсем… Ну, это немножко другое, да. Конструкция в теореме формулировки должна быть очень сложной для понимания, и тогда доказательство будет простое, говорил он. А, вот в этом смысле да. Да, да, да. Хотя… Это он… В общем, это некоторые группы, они сами по себе входят в описание большого числа вещей алгебрической геометрии, например, алгебрических циклов, подмногообразие-многообразие, как устроено, потому что используют такие вещи. Это сложная, абстрактная вещь, которая, тем не менее, полезна для каких-то теорем. Ее удобно использовать. Удобный технический инструмент. Я помню, четвертый-пятый курс. Бондал, значит, пытался из меня выжать, чтобы я понимал всякие гомологии. А я вот максимум чуть-чуть я понял в диф-геометрии обычные гомологии. Ты меня сам их учил, наверное, на первом курсе. Так, так. Но когда вот какие-то совершенно дискретные объекты порождали гомологию, я приходил в ужас все время. Это не дискретный, это непрерывный объект тоже. Ну, неважно. Так, вот, значит, короче, это некоторая техническая вещь, полезная для изучения. Вот эта вещь сама по себе как бы бесполезная, она явно определяется, но она определяется именно что явно. И удивительно, что явно определенная вещь, из-за можно такой неявно определенной вещью. Сейчас, но здесь, на самом деле, имеется факторизация это возведение в степени, да, естественно? То есть, так вот, по правде говоря. Ну, если с точки зрения А, то возведение в степени, но у нас родительная форма записи. А здесь уже родительная форма записи. Да-да-да. Вот, вот. Эта теорема Меркулев-Суслина – это было одно из самых удивительных достижений в алгебре, в логовичской теории, там, в 70-е, 80-е, 80-е годы. Это из Москвы или из Питера? Из Питера, из Ленинграда. Из Ленинграда, да. Вот, в Ленинградской математике Меркулев-Суслин. Вот, но это перевернуло сознание там всех вообще вокруг, на Западе. И, ну, это все признали, что это самая главная теорема алгебричной теории, там, после того, как ее создал Квирин была. Вот. Доказательство занимается, ну, по-моему, страница 70. Доказательство такое, что его просто не может ни один человек придумать. Это сплошной поток трюков. Причем трюков, использующих безумный хай-тек. Алгебро-геометрический хай-тек. То есть, ты как бы должен знать всю алгебричную геометрию, и при этом в ней еще делать олимпиадные трюки, понимаешь? Есть такие старшие, как группы Миллера. Я их уже сейчас определять не буду, хотя они тоже легко определяются. Вот. То же самое там со старшими, как группы Миллера. А-а-а. Это когда не два элемента, это уже классический закон на заимствии нас совсем далеко увело. Вот. Это Воеводский. Ага. Там было интересно такое, что, ну, это как раз мы болтаем, что Воеводским придумал некоторую машину, а именно производную категорию мотивов. Он размышлял топологии, философскивал, там с Шабатом много общался очень на эту тему. С Шабатом Годаром? Георгий Борисович? Конечно, да, естественно. Это его, как бы, один из главных учеников был, Воеводского. Он научил огромное количество всяких правильных вещей. Потом, значит, Воеводский там с Капраном много общался. Здесь, в Москве все, когда он был совсем молодым, еще до отъезда на Запад. Ну, и читал, конечно, очень много Гротендика. Там, в основном, все это чтение Гротендика. И он философскую там очень правильную вещь придумал. В производную категорию мотивов. Это, как бы, некоторая попытка, Ну, надо так обболтать все, серьезно. Значит, попытка относиться к логибрологическим, жестким вещам, к логибрологическим многообразиям. Так же, как мы относимся к, даже не дифференцированным, а топологическим многообразиям. Мы их можем мять, мять можем. Так-сяк, туда-сюда, относиться так же. Просто брутально относиться так же к логибрологическим многообразиям. И он-то все реализовал. Придумал машину. А дальше, как мне я говорил, Патчан, он звонил раз на таком и спросу себя как можно было бы использовать потому что ну вот это воеводские воеводские а потом случайно закон с услиным а суслин до этого значит оказала такую теорему с мы холим там за 20 лет до этого вот и вдруг они поняли что это 22 пазла которые так соединяются и получается за теорема удачи в основном там же driving force был воеводский но суслин кому ему объяснил вот вот все эти трюки отсюда как бы ему передал суслин и они здесь отразили себя ну так они еще были прогрессии на вот эти трюки безумные здесь то есть вот это доказательство его понимает наверное вряд ли больше достичь о мире мне кажется настоящего хотя может быть я не хотела фирма типа тысячи не фирма многие понимают там огромная но я может быть не просто 20 может это я конечно немножко выпендриваюсь вот но но доказательство длинное очень и это не одна статья очень много статьи хорошо так все давайте у нас мало времени двигаться немножко в направлении закон взаимности артина значит сколько у нас времени полчаса вот на эске должен что-то сформулировать да но пока мне кажется неплохо стоял такие конкретные аллогическое упражнение всех желающих порешать все равно мы никуда конца сейчас доказать не будем поэтому но мы услышим ты сейчас лакает конкретика теперь будет немножко больше так по верхам это про это пока не было еще сформулирован закон не он не был сформулирован да он не был сформулирован по сути мы по-другому посмотрели как я понял на квадратической цикл взаимности не мы сюда не посмотрели по-другому еще мы еще даже не посмотрели значит мы мы сейчас для каждого п вот теперь значит для каждого так теперь теперь давайте определим еще такую вещь для любых расставить чисел а и b вот там было для для по не равно двойки да теперь для двойки надо определить ну и тут я должен покаяться его наверное сейчас символ гильберта помаду и да он тоже будет плюс-минус один а как он может быть плюс-минус один для двойки и давайте я определять его не буду а всем желающим скажу что вы посмотрите книжку сера вообще не кому-то нравится это потрясающая книжка до курса арифметики да я не могу ее прочесть уже этим лет подряд почему не хватает нет но это может быть не первая страница потому что вообще-то начались очень там красавица российский закон взаимности с этому все начинается и просим гибрид там очень хорошо написано вот это же есть не великим гибрид а вот там это было плюс-минус единицы по модулю п правильно я хочу заметить что если если оба цена числа я замечу только одну вещь что если что для его поистер самое свойство а я не забыл еще важное упражнение сказать что что если п неделя так сказать а и п неделя б так сейчас мы фломастер другой да попросим новый он где-то здесь был но что-то я его не вижу чтобы он писал хорошо а вот он блин я тормоз серёга вот тебе фломастер нормальный а я тут дай мне вот так если п если п не она двойки вот то где мы определили да и если п не делит меня не бы а есть возьмешь число которые нечетные да вы тишь единичку да будет четный поделись на 2 это будет рациональное число это рационально ну что это будет оно нечетное делить на нечетное так вычли единицу получилось четно делить на нечетное поделили на двойку, получилось какое-то рациональное число. Значит, это произведение двух рациональных чисел. Как минус-единить в рациональную степень? Да, сейчас, 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 сейчас. Да, давай еще пусть А и Б будут для простота целого мяча. Когда рациональный, там немножко по-другому, да. Спасибо. Понял. Ну, я говорю, что я эту формулу хорошо написал в серу курса альфметики, ну, не буду. Я вообще формула очень попрою в жизни. Ну, она не... Ну, в общем, есть такая. Хорошо, да. Но важно, что она явная. Она явная. Вот. И последнее определение, чего не хватает, на самом деле. Как ты думаешь, все простые числа мы представили, что не хватает? Сейчас, мы представили все простые числа. Вот, я тебе сейчас еще одну консультальную мысль скажу. Значит, давай я тебе перед тем, как формулировать чего-либо, скажу, напомню, такую вещь. Сформулируйте теорему, называется закон взаимостей Вилля. Это напрямую сейчас будет... Я тебе тоже скажу... Моё любимое утверждение, которое я всегда объясняю, когда меня спрашивают, чем я там занимаюсь иногда. Значит, сейчас отличие... Здесь не хватает степеней простых, да, теперь? Нет, хватает. То, чего не хватает, пока будет тайной, на ближайшие пять минут. Вот. Чтобы понять ту тайну, мы сейчас опять уйдем в функцию. Вообще, одна из главных мыслей, когда я хотел донести, есть аналоги между числами и функциями. Это одна из главных идей московской математики. И, кстати, всем, кому это интересно, рекомендую прочитать статью Паршина. Она так и называется. Числа как функция. Ух ты! Может быть, ты знаешь, у неё есть такая... Ну, её, наверное, можно где-то скачать. Если хочешь, я тебе... Давай я тебе пришлю, и ты всем желающим выложишь, например, здесь. Вот эту возьми. У него есть книжка, называется «Путь». Знаешь, Паршина? Я слышал, но не... Очень хорошая книжка. Это сборник его разных полуфилософских эссе, полуматематических. В том числе, есть чисто математическое эссе. Числа как функции. Он же человек наш, я же, по-моему. Ну, да. Ну, ладно, да. Вот, значит... Да, вот, значит... На математическом ролике. Нет, там про термик Гюнг на неполноте, там он рассуждает очень много о чем. Да, у него там про пространство и время в богослужении есть такое философское рассуждение. Офигеть. Вот, понятие пространство и время в богослужении. Можем смотреть. Окей, значит... Да, окей. Числа как функции. Паршин. Паршин. То есть, это другая, да? Нет, Паршин, это сборник. Он такой... А, я как... Он писал всю жизнь какие-то разные эссе, а потом решил его привлекать под ним. Но это было, опугадал, наверное, может быть, лет 10 назад в Путь. Но Путь, я не имею, что можно качнуть, но вот чисто к функции, как это по математике, я... Вот, окей, Паршин, значит, так вот, так вот, сейчас будут функции. Пусть у тебя есть многочлен F. Да. Даже не миромортные функции, многочлен. Просто многочлен. Мы переходим от локального к глобальному. Вот, этот многочлен имеет такой вид. Пусть он имеет такой вид. Z20 плюс A1 минус 1, Z1 минус 1, сейчас скажу все. Вот, плюс A0, где A1, это какие-то комплексные числа. Да. Он начинается с единицы, и предположим, что он без кратных корней. Мы сейчас самую простую вещь скажем. Ну да. Да. Просто произведение Z20 на сайт фли. Если ты еще до сих пор не понял, если сейчас не понял, к чему я приведу, то я очень рад, значит, тебе будет интересно. Вот, значит. Пусть же это второй многочлен. Ну да. Тоже такой же. Тоже такой же? Нет, тоже такой же, тоже, тоже, тоже такой же. То же самое. И пусть они еще без общих корней. То есть, иными словами, я взял два... Сейчас результат какой-нибудь будет? Нет, сейчас будет не результат, хотя, наверное, это связано. Вот. Сейчас будет вещь, которую поймет любой школьник, не знаешь, какой результат. Давайте я... Значит, единственное, что надо знать, это то, что есть, как это называется, дама с собачкой. Алгебрическое знамо, то есть поликомплексные чисел. Помнишь, там было доказательство, называли дама с собачкой его. Да, произведение Z минус альфа и дыха. Да, вот, вот, вот. И давай я рассмотрю произведение F. От x по всем x таким, что g от x равно 0. То есть, я беру корни многочлена g и перемножаю f. Ну, это, по-моему, результат. Результаты нет. Другой результаты это... А может, результаты... Ну, в смысле, что это одно из определений. Одно из определений, да, окей, хорошо. Ну, возможно, по крайней мере, это очень похоже. Хорошо, хорошо. Значит, а можно взять, перемножить... Да, ты прав. А можно перемножить... Да, я не знаю, что совпадут. Конечно, нет. Ой, подожди. Нет? Так, значит, там какие-то знаки, да? Смотри, тебе это, конечно, все напоминает. Мы здесь обсуждаем, как себя F... Здесь обсуждаем себя, как F идет по модулю G. Да. На самом деле. Взять значение... Все правильно я сказал? Да. И, конечно... А, MN просто. MN, да. И, конечно, мы это... Просто MN. Само собой, да, да. И, конечно, мы это напишем немножко по-другому. И мы, как в прошлый раз, перепакуем. Ну, DGF... А, и напишем вот так вот. Минус один. Да. И, блин. И умножим... Сейчас. Нет, мы их возьмем в произведение, да? Мы возьмем в произведение... Перебросим в другую часть. Да. Я возьму... Ну, мы можем обсудить значение произведения корней по одному. И значение... Зачем ты это? Нет, это наставить. А, ой, блин. Ничего страшного. Вот, значит... Так... Вот. G от X равно 0. Так... Давай умножим на G от Y. Да. Только уже в минус первый, да? Мы перебросим. А, перебросим. Так... Равно... Не равно. Всегда хорошо это перемножать. MN равно 1. Это тебе что-то напоминает, конечно, да? Ну, конечно, напоминает. Кратить закон заявки. Да, очень сильно напоминает. И это ровно оно и есть. Значит... Дальше утверждается, что это можно легко обобщить. Обобщить нужно следующим образом. Я беру теперь F и G. Две рациональные функции. Что такое рациональное? Это многочин, действительно, это многочин. Так... Все чудесатие и чудесатие. Нет, это совершенно понятно. Потому что если ты... Функции. Да, да, да. Две рациональные функции. Они и те же, и Y минус X получаются. Ага, значит, замечание, ключевое замечание. Пусть они без... А, извини, дороцами функции. Замечание вот сюда будет. Да. Пока в той системе обществе, что F от X... Давай, давай, давай мы посчитаем... Давай мы посчитаем символ F и G в точке X, где G от X равно 0. Что значит в точке X? Придется, видимо, снова эту здесь. Ничего страшного. Значит, что-нибудь посчитаем в точке X. Да. Сейчас символ F, G в точке X. Да. Помнишь, я поделал символ, который был второй функциональный? Так... Помнишь, я поделал функциональный символ? Да. Ну, не помню. Сейчас, он был... Он был минус один... Ну, давай я напишу, значит, где-то здесь черновичок. Минус один в степени нормирования. Да. Да-да-да-да-да. А дальше что-то было? А дальше это такой трюк. Ты хочешь получить что-то с нормированием 0. Как это сделать? Ты возводишь F в нормирование G... На нормирование G умножить на G в минус F. Да, это идея самая главная, чтобы они сократились. Вот и все. Ты не надо... Понимаешь, когда вы столько полной идеи, не надо запоминать формулу. Ну, просто, чтобы скратились нормирования. Здесь, как я сейчас. И берешь, и берешь в точке... Ну, вот, в точке X. А, в точке... Только теперь я теперь добавлю X, потому что раньше у нас было начало координат, и мы не мыслили про другие точки. А сейчас точки будут разные. Все, мы ряды брали в начале координат. Теперь мы уходим... Да, и тогда раньше было одно простое P. Но классический закон заимств это про два P, и на самом деле про все P. И мы сейчас тоже будем думать про все точки. Ага. Червейк стирает, да? Не, не надо, зачем-то зачем. Ты мне глядь на червейк, скажи, чему это равно, если G от X равно нулю. И у них нет общих корней. F, G, X, сейчас... То есть это вот то, что было определено, да? Значит, сейчас, подожди, торможу. Ну, смотри, то есть если G от X равно нулю, что это означает? Давай, у нас бескратных корней, да? Бескратных. То есть чему равно нормирование в точке X от G? Ну, единицы. Единички. А нормирование в точке X от F у них нет... Нулю. Равну нулю. Ну, вот давайте два ларда сюда поставим. Здесь одно из них 0. Да. Поэтому 1 минус 1 в степени 0, это вообще не забываем. F в степени X. В степени 1. Это F. Да. G в степени... Да, это единица. Единица. Остается из всего этой колбасы F в точке X. А, ой, да. Так, а что такое FG в точке Y? Где Y это корень F? Значит, ну, соответственно, это будет G от Y, да? Подожди. Здесь опять, здесь все симметрично, да? Да, здесь симметрично все. Значит... А, подожди, нет. FG в точке X это F от X. А FG в точке Y это 1 делить на G от Y, да? G от Y минус 1. Да. Ты еще, кстати, мог это понять, потому что уже один раз понял, что они коссимметричны. Помнишь? Да, 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 да. И вот это, да. Так, 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 так. То есть... То есть мы видим... Да, а если в какой-то точке, если P не делит ни А, ни B, то этот символ равен на единице. Да. А если какая-то точка, в которой нету особенностей ни нуля, ни полюса, ни у F, тоже А, единицы. Поэтому вся эта колбаса, мы видим, что можно сказать так, что произведение по всем вообще точкам из С символов FG в точке X умножить на странный знак. То есть это равносильно вот этой звездочке. Звездочка может любой школьник понять, да? Корни по одному, корни по другому. И что же это такое за вот эта ерунда? Как это понимать? Подожди так, произведение по всем... С. Я просто теперь прохожу по всем целым числам. По всем разокомплексным числам. Любое комплексное число. Либо там, оно имеет три свойства. Оно может быть одним из трех сортов. Либо нету корни, здесь нет кратных корней. Либо оно ни корень ни одного, ни другого, тогда это в этом бесконечном компрессии будет склад единицы. Нам наплевать. Либо оно корень одного, либо корень другого. То есть здесь реально перемножается бесконечное единиц, и корень число не единиц. Дальше есть корень F, то это будет... G, то это будет давать вот этот склад. Если корень того, то это будет давать вот этот склад. И все. Вот. Значит, но... А, то есть это то же самое просто, да, написано? Это просто я переписал то же самое, это просто равносильные звездочки, да? Те же самые числа, просто они упакованы сейчас по-другому. Заметь, как теперь это обобщать? Значит, во-первых, ну, тут надо теперь понять, что же такое вот это. И, честно говоря, мы сейчас подходим к тому, как Гибель придумал свой символ. Как мне кажется, он мог придумать. Думаем про вот это. Пока никак мы можем. Значит, нам нужно как-то что-то придумать. В общем, надо понять, что это такое. Понимаешь? Нам что-то не хватает. Здесь мы, помнишь, я сказал, все П прошли вроде как хорошо. Здесь все точки прошли, и хорошо, но нам, блин, не хватает здесь чего-то. Надо понять, что это за странный знак. Надо придать ему смысл. Подсказка. Все, подожди, подожди, подожди. Для этого нам не надо придумать ни одной новой формулы. Формулы новую придумать не надо, но надо подумать о новой сущности. Сейчас, ну, это вот для вещественных чисел, это поведение на бесконечности. Листяще. Окаринский комплекс вещественных. Ты берешь, вкладываешь С в СП1. То есть, это вот эта точка, которая проецируется, как известно, на плоскость, на комплексную. Ты кладешь сферу на плоскость, сферу Риммана. Вот этого не хватает, да? А вот это бесконечности. Просто в комплексе же нет такого. А в вещественном видно, что это как раз, если обе нечетные, то, соответственно, их произведение такое, а если четные, то такое. Ну, подожди, ты перераскладываешь твои функции только от параметра не Z, а 1 делить на Z. 1 делить на Z. И ты увидишь, когда ты предложишь 1 делить на Z, у тебя будут ряды, которые, у одного нормирования минус N, у другого нормирования минус M. Значение, и давайте теперь запихнем вот в эту формулу, только на бесконечности. Здесь будет минус M минус N. Ну, то есть то же самое, что с точки зрения знака, то же самое, что MN, да? Здесь надо возводить какие-то степени, да, надо возводить. Но здесь реально будет играть роль, это всегда так будет играть роль, лидирующий коэффициент. Но когда здесь лидирующие будут минус N минус M, они будут играны единицы. И, значит, упражнение, что символ FG на бесконечности, его не надо определять, это мы перераскладываем в Z минус 1, равен минус 11 степени MN. А если бы, как сейчас это задумать? Если я здесь поставлю какой-то коэффициент, то это просто очевидная школьная задача, как надо подкрутить вот этот знак. Ну, потому что если мы знаем без коэффициента, то чтобы понять коэффициент, надо просто на него поделить, правильно? При этом в одном случае придется коэффициент делить, вот это то, как можно играть с до символом Гиберта. Значит, давайте попробуем вообще с коэффициентом. Здесь какой-то коэффициент AN стоит, и здесь AM. Да, ВМ. Но ты подели на AN, и напиши про известный тебе уже теорему, когда равно единице, а потом подправь их назад. И у тебя здесь в точности возникнет, если есть AN, существует AN, AM, то тогда вот эта штука меняется на минус 1 степени MN, а N степени M, сейчас можете ошибусь во знаке, BN степени минус... BN степени минус N. Это символ Гиберта. Это и есть формула символ Гиберта. Это просто то, как ты должен это школьное утверждение обобщить, но если ты позволяешь себе не просто как произведение Z минус альфа и T, а еще какой-то просто коэффициент. Как масштабировать, ну, смотрите, на этот коэффициент. Отмасштабируйте, и вот это масштабирование выдаст тебе форму Гиберта. Так мне можно было бы догадаться. Ну да, по строчкам будет AN умножено M раз на эти строки, когда я буду умножать. Блин, то просто ты берешь перемножение F, а F, он теперь поделен, он отмасштабирован, он поделен, сжат в AN раз. Значит, каждый произведение... А произведение сколько? М штук? Сколько здесь? Сток корней, значит, степени Магаченко. Вот и все. Вот. До чего мы дошли? Мы дошли до главной вещи, да. До того, что теорема, закон взаимности... Ну, пока еще не верю, а пока, значит, значит, упражнение, доказать такую теорему. Сейчас, пока мы дошли до того, что произведение по всем Риммановым, по всем точкам Риммановой сферы... Кого? Вот этого F от FGX... Да. При этом... Просто равно... Какие, кто такие были F и G? Пока мы осуждали очень конкретно. Не, пока это были два многочленного... Два многочленного, да. Потому что, ну как мы доказывали по школьному? Z минус альфа ИТ, Z минус бета ИТ, да? Ну, и там возникает альфа ИТ минус бета ИТ, либо бета И минус альфа ИТ. Вот и все доказательства этого утверждения, правильно? Ну, да. И все. И мы не... А если есть общий корень, что говорить, если есть общий корень? Непонятно. Теоремен Гибрид, а тебе уже ответил на все. Теорема. Теорема, что для любых рациональных уже теперь функций... Я тут начал писать... Но это было лишнее, это мы еще пока надо было пообсуждать. А теперь уже рациональных функций, не нулевых. Ага. То есть многочен делить на многочен, не нулевые. F и G не равны с нулю. Произведение по всем точкам X уже не из CP, а из CP1. Смена снарядов. Спасибо. Ох, какой классный снаряд. Вот FG. Офигенный снаряд. Кроме нас мало кто, наверное, пишет, да? Равно единицы, Леш. Но, что здесь происходит? Что для любых рациональных функций... Нам, во-первых, плевать, какие у них многочины они иниверсальные. Что у них с общими корнями? У каждого самого лично могут быть кратные корни. Нам на все это... И полюса. Какие велигирующие коэффициенты? Нам на все глубоко наплевать. Это правильно, чтобы было как можно меньше условий. Это просто две рациональные функции. Упражнение-доказательство. Подсказка моментально. Значит, подсказка. А, ну тут надо приезжать. Мы перемножаем... Нет, все уже поделено. Симу гиберта. А, в смысле вот это? Да? Нет, в том числе, что... Симу гиберта теперь говорит, как обобщить F от X, когда есть общий корень, есть кратный корень. Написай симу гиберта. Он что-то тем выдаст, как-то перерасчитается. А, ну да, симу гиберта определялся для любых мировых. Да, он тебе как-то что-то рассчитает, понимаешь? Просчитай, да. Просчитай. И получается... И подсказка, как это доказывать, очень простая. Нужно просто свести к этому случаю, когда все очень попарно разное. Почему? Потому что есть биомультипликативность, и все. А когда два одинаковых, то несложно... Когда два одинаковых, то надо воспользоваться соотношением, что X минус X тривиально. Которое уже было упражнение, правильно? И там тривиальности будет равна... Единица равна единице будет, когда одинаковая. И все. Да, такая сверхобщая формула, да? Сверхобщая будет дальше. Сверхобщая, что на самом деле это можно общать на любые риммановые поверхности. Замечание. И вот этот закон взаимности Веля... Да, мы очень далеко ушли от выяснения вопроса, что является нтой степенью, по кому. Сейчас все будет. Вот закон взаимности Веля, это для любой риммановой поверхности. Для любой риммановой поверхности. Компактный, а не компактный. Ну, то есть для сферы с ручками, если так, по-честному, с комплексной структурой, да? С комплексной структурой, да. Для любых двухмерамортных функций на ней есть. Если возьмешь любую точку. Но локальный это диск. У тебя есть тот же самый символ гибрид, ничего не надо менять. Да. А потому что глобальная геометрия изменилась, локально остался диск. Все эти определения символ гибрид, а любых двухмерамортных функций равны единице. Вот. Это удивительная теорема закон взаимности Веля. У нее есть там тоже, как вы играете... Это полный аналог в эротичный закон взаимности. И у него есть тьма доказательств, как в эротичный закон взаимности. Одно из них... Есть железобетонный кейс. Там рассмотреть одну функцию, как морфизм, в CP1. Любая функция, влезет отображение в CP1, правильно? Ну... Комплексная. Комплексная, да. И вот этот трюк использовать, сходить это с помощью этого к CP1. Есть куча концептуальных доказательств. Самые концептуальные с помощью алгебридической теории. Но интересно, что это можно обобщать на многомерные многообразия. Вот как раз там один из моих результатов, это с Осипом Денисом. Мы придумали явную формулу, которую надо ставить, когда у тебя на мерном многообразии n плюс одна функция. Что надо делать? Произведение чего равно единице. Это групповуха такая, да? Почему групповуха? Ну, это паривание, да? А там групповуха. А там групповуха, да. Ну, то есть это вообще не такое, что у этого комплексная размерность один, а их два. А когда размерность n, то их n плюс один. Идея Алексея Николаевича Парсина была, что там по точкам, а там по флагам. Флаг — это когда многообразие, там трехмерная, в нем поверхность, в нем кривая, и на это кривая точка. И вот по таким вот конструкциям, если все перемножить, то в некоторых явных выражениях это будет единица. Ну, ладно, это многомерное обобщение. Теперь возвращаемся в арифметику, наконец. Что же там не хватает? Вот мы хотели бы сказать, что произведение по всем П, давай мы так и скажем. А, Б, П равно единице. Где А и Б — рациональные числа. Для любых двух рациональных ненужных чисел. Да, да, да. Ну, давай проверим. По всем простым П, кроме двойки или двойку тоже взять? Нет, по всем П включай двойку. По всем, да? Все П простые. Нет, ну, без двойки нельзя. Почему? Ну, потому что, ну, например, пусть П... Блин, П, конечно, плохо. Пусть у нас есть два... Мы раньше... Теперь П это то... Это как бы... А, нет, окей, да, хорошо. Пусть П и Ку — два разных простых числа, как с чего мы стартовали. Вот, ну, здесь будет ровно оно получаться, да, потому что у тебя будет... Значит, какие... Какие... Давай здесь L напишем тогда. Вот, какие L... Надо какой-то кулачок. На. Ага, спасибо. Вот, какие L... L — это все простые. Друзья, по всем L простые. Ага, так. L простые. Вот, какие L будут играть роли для... Вот, пусть теперь А равно П. Да, B равно Ку. B равно Ку. Два разных простых числа. То, с чего мы начинаем. Какие L будут играть роль в этом произведении? Ну, хочется сказать, что только эти два, но надо понять, почему. А еще? Нет, 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 еще двойка. Я говорю, что 7 до 2, который я не определил, он по-другому. Он по-другому. И для положительных целых, для целых, он будет как раз в минус 1 степени. А. Поэтому, когда L равно 2, это тебе выдаст вот эту самую минус 1 степени... С-с-с, да, вот эту вещь. С-с-с, да, вот этой вещь. Да, вот. А когда L равно П, это выдаст тебе кванатичный характер Ку-П. Когда L равно Ку, это выдаст тебе... Кванатичный характер ПКу. Ку-П, ПК, да-да-да, ПКу. Вот. Совершенно верно. И вот мы получили нашу теорему, да? Хорошо, но теперь если я напишу, есть такое рациональное число, минус P и Q. Ну да. Минус Q. Да. Вот. То я обломаюсь. Минус P, минус Q. То я обломаюсь. Вот. Потому что тогда произведение этих штук будет равно минус единицы. И нас сами нужно еще подправить на такую вещь. Умножить на такой символ AB. Чего нам здесь не хватало? Мы же тоже могли не писать этот знак несчастный. Нам не хватало точки на бесконечности. Да. И есть идея, что спектр Z, ну, челые числа, это аналог как бы многочленов. А нужно думать про, то есть функции на комплексной плоскости. А нужно, чтобы были законы взаимности, чтобы все так закруглялось. Тебе нужно не забыть ни почему перемножить. Тебе нужно прижать реально по всему, что здесь на компактность, на компактификации. А здесь? Здесь это точки на бесконечности. Дело в том, что есть поэдичка нормирования, а есть Архимедова. Да. У него тоже надо определить символ. Символ на бесконечности. Равен единице. И он не определяется каким-то очень сложным образом. Он определяется очень простым образом. Просто руками. Он равен минус один, если А и Б оба отрицательные. И равен единице иначе. Просто такая подправка. Не надо думать какие-то там сколовые системы. Просто вот такая подправка. Просто чтобы можно было сформулировать, чтобы ты имел право сформулировать любых двух рационалей, и не должен был париться ни о чем, опять же, не разбирать какие-то дурадские случаи, условия. Это очень похоже, потому что вот что такое вот это. Если оба 4К плюс 3, из обоих не извлекается корень из минус единицы. То есть они отрицательные. А здесь то, что оно сказано. Да, это как бы то же самое, что двойка, только для бесконечности. Только для знака. Это знак, да? Обычный знак. Плюс-минус. Вот так. Что у нас осталось по времени? Практически ничего. Практически все. Теперь я скажу следующее, что для любых... Последний. Давай я сотру это, скажешь, да, последний. Да, да, да. Собственно, как же... Что же такое закон взаимности Артина теперь? Вот этот закон взаимности Гильберта. Он называется закон взаимности Гильберта. Потому что Гильберт... Ну, смотришь, это закон взаимности кратичный. Все тоже Гаусса, но это Гильберт понял, что его можно так переформулировать. Вот. Теперь про бесконечности я говорил, но говорил недолго. И это не все страшно, потому что как только мы перейдем на все эти вот кольца из Эйнштейна, да, вот эти вот... Будем присоединять корни, тут же все на бесконечности исчезнет. Вот этот вклад исчезнет. Ну, потому что у нас не будет понятия, не будет понятия больше нуля или меньше нуля. Да, не будет. Почему? Потому что мы обязательно... Если бы мы жили в вещественных числах, иногда бывает, например, представляешь, не знаю, квартный корень из пяти. Ну, когда преваляешь, ты продолжаешь жить внутри вещественных чисел. У тебя по-прежнему можно говорить больше или меньше нуля. Когда преваляешь корень пятой степени зниться, например, все, ты живешь в комплекте, тебе нет больше или меньше. И он действительно исчезает. Вот. И закон взаимности Артина... Давай, смотрим, может быть, Артина или Хаса. Говорит следующее, что пусть у тебя есть... Ка — это какое-то числовое поле. Что такое числовое поле? Ну, в С, да? То есть, К — это какое-то подполье в С, и К над Ку... Ку там тоже есть подполье, но обязательно... Конечная, да. Степень решения полей конечная. Ну, например... Например, К — это просто Ку от Z, да. Где Z в N равно единице. Вот, то есть все такие многочисленные от Z. Ну, степень не больше, чем N. Минус один. Вот. Причем предположим, что К содержит этот самый Ку от Z. Мы сейчас зафиксируем N какое-то натуральное число. Да, то есть можно на любой кое-то влечь. Да. Зафиксируем Нейтральное число — качество в поле. Да, так. Вот. Да. Тогда утверждается, что любой... Значит, у нас есть кольцо целых в поле. ОК. Да. О, это кольцо целых. Это целые... Ты рассказал про это? Ну, вот я как раз, да. Целые. Это не все, это целые алгебраические числа. Целые алгебраические, лежащие в этом поле. Да. Например. Просто, да? Например, и это очень, кстати, хорошая теорема для... Это первая такая очень содержательная, не короткая теорема алгебрических чисел, что кольцо целых в Ку от Z — это в точности целые многочины от Z. Это не очевидный теорем совершенно. Понятно, что любой такой целый, но почему нет больше? Часто бывает, что тебе данное алгебраическое поле, поле от Z как присоединение корня какого-то многочлена с целыми коэффициентами. И понятно, что все эти выражения от него с целыми коэффициентами, они будут целыми, но иногда появляются дополнительные. Ну да. А здесь не появляется, это некая теорема, вот. Все, понятно. Ну хорошо, теоремия. Вот, и пусть P... Да, вот, собственно, как появились идеалы. Ну, ты, конечно, наверное, знаешь, да, что идеалы появились ровно с твоей любимой теорема Ферма. Ну, конечно, да. Да, потому что Кумер понял, что сначала ошибся, ломай его там немножко застепал. Вот, что... Пытался доказать теорема Ферма, и он как бы доказал, вроде бы, но подумал, что там все равно, на самом деле, терема Ферма Ферма. Да, ее нет. Да, ага. А есть, если перекрик к идеалам, то есть это простой идеал. Да. Да. Вот, тогда... Сейчас именно, что закон зависит на более общее для решения Гула Аберевых, но мы сейчас не успеем. Вот. Тогда у тебя есть тоже символ А, Б. Значит, А и Б — это теперь не нулевые, не рациональные, а элементы из Ка со звездочкой, которые будут жить. Вот, обозначим Мюен. Я уже сегодня обозначал. Мюен — это подножство в Ка, состоящее из один Z, группы единиц по умножению. Да. Нных. Циклическая группа порядка Н. Вот есть такой локальный символ. Да, будет там лежать. Символ Артенон называется уже, наверное. Угу. Угу. Так. Вот. И при этом для любого П, это П может делить Н. Угу. У тебя есть поэдическое, уже такое красивое поэдическое нормирование. Абсолютно как символ Гиберта. Угу. У меня еще необходимую штуку, степень, там число элементов минус один поделить на Н. И получается же, корень Н степени из ниц. И это, в случае, скажем, если B, ну, для простоты, например, B — это просто простой элемент, упражняет простой идеал. Тогда это будет отвечать на вопрос, является ли А Н степенью по модулю этого простого идеала B. Вот при чем тут вообще то, что мы с вами. Потому что это локальный символ, он очень простой. Определимости все сложнее, да? Та же, как, например, для Эйзенштейновских чисел корень из стройки выпадал как ужасная штука. Когда P делит N. Это и есть форма Шуфаревича Брюкеново-Востоку. Она явная, но ее тогда еще классики немцы не придумали. Вот, давай сотрем, и я теперь сформулирую закон взаимности Артина. То есть Артен определил этот символ. Да. Но не явно. С помощью Ригула. Так. Понятно, да? И вот, тем не менее, докол теорему закон взаимности Артина. Угу. Вот закон взаимности Артина. Я скажу Артина Хаса. Да. В этой форме он Хаса. Угу. Говорит следующее, что произведение вот в этой формировке по всем простым идеалам. Да. А, Б, П. Да. Ну, конечно, равно единице. Где А и Б, рациональные числа. Ну, понятно. Все. Это полный аналогик закон взаимности Велев в теории функций. Теперь, дальше, я просто хочу сказать, что, ну, не знаю, я плохо помню формулы, я их не могу запоминать в своей жизни. Но надо запомнить такую формулу. Такую формулу не сложно запомнить. Да, да, да. Ты просто должен все это раскрутить, в частный случай. Ну, как вот, можно учить матом для инженеров, а можно для математиков, да? Можно объяснить суть, а дальше жиловые желающие суть выведет уже там, посидев там немножко с бумажкой и аккуратненько все выведет. Вот, это суть. Вот. Замечу, что на самом деле, на самом деле, это верно. Так уж, совсем уже. Я знаю, мы сейчас ничего не перебираем. Ну, как-то. На самом деле, у меня в 13.30 в другом месте. А, ну, тогда мы уже завершаем, да? Так что, наверное, завершаем. Хорошо, ну, вот я, собственно, все. Короче, я все договорил, что к этому еще, вот, собственно, формула Шафаревича Востокова. Слушай, формула Шафаревича Брюхнера Востокова, это явная формула, это равно, явная формула для А, Б, П, когда-таки делят. Когда-таки делят, да? Вот. Офигеть. То есть, поэтому мы видим, здесь предложение, то есть, кто отвечает за интересный вопрос, является ли этой степенью или нет, и эта теорема говорит, что это интересный вопрос, пакуется, и плюс какая-то хитрая, абстрактно определенная вещь, когда P делит N. Вот, я имею в виду, явная формула. Две вещи вместе. Нет, по всем? А, вот так, да. Если бы было не по всем, то нам не надо было перевернуться, нет, действительно, что по всем. Да, я понял. По не делящим, отвечает на интересный вопрос, по делящим, это правильный ответ, дает правильный ответ на этот вопрос. Офигеть. И чтобы понять, почему мужской подделящим, вот она. я попробую хоть что-нибудь понять иначе следующая встреча как бы продолжение ну будет будет бесполезным но когда я пойму не знаю через сколько времени это произойдет то эти снова приглашаю да мы собственно не было ни грамоте регула сегодня это это еще обобщается это еще вообще и кстати сильным краеугольным камень является теорема то есть не то чтобы задача первые это все перевалить если у нас не было ни одного нас не было ни одного сложного определения или теоремы или рассуждения 1 у нас не было да ну да но я был предложил лучше всякий кому-то интересно книжку единственная суть которая здесь была как бы такая помимо школьной скамеи это символ гиберта очень хорошо написано везде и вот например усилит википеде написано вот но а усердно усердно пусть арифметики очень хорошо написано да серый сложноватый сложноватый но в принципе но он не использует гиги хамагула но не за вот круто спасибо большое спасибо тебе огромное друзья умнее вместе ура